Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 18 мая. Сегодня вот я решила все сразу сделать со своими огурцами и формирование тоже начну уже. Вот на первых порах, вот сейчас только две недели, как я их высадила, в первую очередь после подвязки я, конечно, убираю старые листья, с которыми они были высажены. То есть самые-самые первые, которые были у них еще в стаканчике. И они уже старые, они никому не нужны, тем более, как я говорила, что я высаживала их лежа. И некоторые листья, они получились у меня прям как прикопанные. Видите, вот они, эти корни. Он пустил корешки, можно даже вот так подгребсти. И вот эти вот старенькие листья, которые были еще до того, как он сюда попал, вот видите, они все в земле, они как полуприкопанные. Я их, конечно, всегда убираю. Они ему и не нужны. Они уже свою роль выполнили. Они были нужны, когда он был в стаканчике. Еще на первых порах я стараюсь обрезать все усы. Ну, тут можно обрезать усы, можно не обрезать. Кто делает так, кто делает так. Во-первых, на усы сейчас они тратят тоже очень много своих сил, потому что где-то в книге читала, что несколько, то ли 7, то ли 10 усов, формирование вот этих усов заменяет формирование одного плода огурца. То есть это ему равносильно, что он усы образует, что огурец. И это очень важно именно, когда они маленькие. Они и так сейчас слабые, им нужны силы. А тут еще он обусатился, он на эти усы сколько тратит времени. И еще усы мне мешаются, потому что они цепляются. За что попало, раз я уже сделала им ниточку, веревочку, ему усы и не нужны. Если бы была, например, сетка шпалерная, по которой ползти, тогда усы там необходимы, они сами цепляются. Но это я в разных местах формирую по-разному. Вот в теплице потом будут, когда летние по сетке ползти, я усы не буду убирать. Вот эти я буду убирать. И буду огурцы для раннего урожая формировать именно в один стебель. То есть в один ствол. Я буду все пасынки лишние убирать. И только поэтому они у меня посажены вот так часто, видите. Вот они часто посажены, с учетом, что вбок они не будут расползаться. Они будут идти только вверх. Но это обусловлено тем, что это сорт зазуля, он сорт тепличный. Его обычно выращивают в один стебель, в один ствол. Ему так удобнее. Он для этого предназначен. Он в теплицах всегда вот так вот по веревке в один ствол идет вверх. Вот это самые простейшие приемы формирования. Помогают немного огурцу сохранить свои силы, удаляя вот эти старые листья, вот эти усики. И удаляя все-таки нижние завязи. Если вот у нас такой неблагоприятный период, как я вчера вот говорила, что если бы завязи вот здесь удалила, он бы вырос. Удаляя все-таки нижние завязи в трех, в четырех пазухах. Дальше вот этот я уже оставила. Он уже останется. Вот удаляя листья, удаляя усы и удаляя несколько завязей нижних, я помогу огурцу сохранить вот эти силы и направить их все-таки на рост куста. Сначала вырастет немножко вот эта плеть, куст. Потом мы уже начнем ждать огурцы. Очень часто бывает, когда у огурца не хватает сил, то есть и много листьев он кормит, и вот эти усы. И вот там в пазухах много завязей, цветов. Ему не хватает сил, и он эти цветы, даже маленькие завязи, он их сбрасывает. И мы часто видим такую картину, что вроде появился огурчик с цветочком, цветочек отцвел, благополучно засох и отвалился. И многие спрашивают, вот почему так происходит? Чаще всего это происходит из-за того, что у молодого огурца просто-напросто не хватает сил, чтобы сформировать этот плод. Он еще сам молодой, у него еще корневая, можно сказать, никакая. И листьев мало, и питания ему не хватает. Возможно, неблагоприятная обстановка, еще температура холодная. А тут еще вот этот зародыш огурец, его нужно выкармливать. Конечно, в первую очередь он сбросит молодую завязь, потому что он не будет сбрасывать листья, и ничего у него лишнего больше нет. Сбросить он может только вот эту завязь огурца. И получается, что они вроде и не пустоцветы, вроде бы он был с огурчиком, но огурчик засох, пожелтел и отвалился. Чтобы такого не было, то... Ну вот летом, конечно, я летом, я не говорю, я летом за ними не слежу, они растут как хотят. А вот когда ранние, самые первые, когда им сложно, еще и погода такая, еще рано, то тут я, конечно, формирую. Все, а формирую... Субтитры сделал DimaTorzok